Памятник основателю Самары князю Григорию Засекину, первых лиц региона и города, почетных жителей областного центра и руководителей крупных предприятий столицы региона, встречает Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы. Основанный по приказу Петра I, в феврале 1703 года он сразу завоевал сердца миллионов. Сегодня это высокопрофессиональный творческий коллектив военных музыкантов. Его отличает блестящая виртуозность, тончайшая интонация и безграничный репертуар. Свой 437-й день рождения Самара по традиции начинает с поздравлений губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и главы города Елены Лапушкиной. Самара динамично развивается, Самара благоустраивается, Самара обретает вновь промышленную мощь, когда-то утраченную, как завещали наши прадеды, наши деды. Я от всей души поздравляю всех собравшихся с Днем города и хочу пожелать всем, конечно, доброго здоровья, процветания нашему родному городу, мирного неба над головой. Сегодня отрадно говорить, что новые вызовы времени мы встречаем не унынием и пессимизмом, а новыми достижениями, новыми успехами, новыми победами. И так было во все времена. Я благодарю всех жителей за труд, целеустремленность, талант, разнообразие этих талантов, которые, в общем-то, и создают яркую палитру самарской жизни. С праздником, с Днем города, город трудовой доблести. Будьте счастливы и здоровы. Князь Засекин был одним из активных деятелей во времена правления Ивана Грозного и Бориса Годунова. Самым ярким событием в его служебной карьере стало строительство крепости Самара, которое началось в мае 1586 года по указу царя. Крепость была необходима, так как на этом участке Волги между Казанью и Астраханью проходил Волжский торговый путь, который часто подвергался набегам. Летом 1586 года над крепостью нависла угроза разрушения со стороны кочевников Ногайской Орды, но князь показал свои дипломатические способности и победил. По традиции в День города к памятнику основателю Самары возложили цветы губернатор региона Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина и почетные жители столицы региона. Церемония стала неотъемлемой частью празднования дня рождения Самары. В изложении цветов к памятнику первостроителю города это не просто традиция, это дань уважения всем землякам, которые участвовали в создании и развитии Самары. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События.